Знаете ли вы, кто был первый человек, который сделал себя сам? Интересно, что вы скажете на этот счет? Какие ваши мнения? Как говорится в английском, self-made man? Кто первый человек, который self-made man? На это есть ответ в нашей недельной главе. Написано в нашей недельной главе Толдот. И вот порождение Ицхака сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Комментируют наши мудрецы, если прочитать часть текста на иврите из этой фразы, получается, сын Авраама, Авраам. То есть, Авраам человек, который сам себя сделал, сам себя построил, сам себя как бы родил. Да, в плане, что он сам себя сделал, сам себя построил. Смотрите, его отец был идолопоклонник. Авраам родился во время, когда весь мир поклонялся идолам. И даже когда Авраам разбил идолов, когда он работал в магазине своего отца, что сделал его отец? Он его отдал на суд Нимраду, который был тогда правителем. И Нимрад ему присудил смерть. И чудом в огненной печи, в которой Авраам оказался, который его Нимрад посадил, Всевышний сделал чудо, и он там не сгорел. Авраам был как бы против всего мира. Весь мир поклонялся идолам, Авраам был за Единого Всевышнего. И он в своем пути очень-очень преуспел. Он человек, который сумел породить народ, провозглашающий Единобожие, и сумел приблизить к Богу огромное количество людей. И мы, дорогие друзья, как дети Авраама, мы получили от него в подарок эти гены успеха. Возможность вести против течения и делать праведные дела, вопреки всем помехам исполнять свое божественное предназначение. Шалом, дорогие друзья! С вами Давид Плескин. И сегодня мы поговорим об уверенности в себе. Как видно, как слышно, напишите, пожалуйста. Шалом Олег, шалом Анджелика, шалом Ида, шалом Ирина, шалом Изнарии. Очень приятно, что из Израиля меня тоже слушают. Спасибо всем, кто со мной. И мы продолжаем. И, дорогие друзья, для того, чтобы вы наилучшим образом сумели воспользоваться вот этими генами успеха, которые мы получили от Авраама, для этого я подготовил для вас очень важное знание, которым я хочу с вами поделиться. Это я хочу вам рассказать о пяти уровнях, которые, если мы эти пять уровней правильно настраиваем, то тогда мы можем добиться достижений, очень получить хорошие результаты и даже сверх достижений. В принципе, в любой сфере, практически без исключений. Я не знаю исключений. Интересно? Поехали! Давайте поговорим о пяти сферах, которые нам нужно настроить для того, чтобы добиться сверх достижений. Или, как минимум, достижений в ваших сферах, которые вы интересуетесь. Итак, это может быть изучение Торы, это может быть работа над личными качествами, финансы, здоровье, отношения, корней, рост, любая область. Это называется пирамида сверх достижений. И точно так же, как в пирамиде, есть ступени, есть более объемные ступени, есть менее объемные ступени, да, пирамида, она же вот так устроена. Более важные ступени, которые больше, как бы большую часть пирамиды занимают, ступени, которые занимают меньшую часть пирамиды, точно так же и у нас, в нашей психологической жизни, в нашей внутренней жизни, Есть такая же пирамида, которая, есть там более важные части, есть менее важные части, да. И начнем с самой важной части, которая влияет на все наши достижения, на всю нашу жизнь. Эта часть называется, как вы думаете, как? Эта часть называется вера. И, в принципе, интересно посмотреть фразу, фраза Хавакука, пророк Хавакук, написано, что он свел все заповеди к одной. Какой? Праведник верой своей будет жить. Основной комментарий объясняет, что как будто есть только одна заповедь, вера в Бога, и посредством этой заповеди человек придет к исполнению всех 613 заповедей. Я думаю, что можно объяснить фразу Хавакука и по-другому. Хочешь жить полноценной, полнокровной жизнью, поработай над своей верой. Поработай над верой, что ты можешь эту жизнь получить. Поработай над верой, что ты можешь этого достичь, что ты этого достоин. И ты с Божьей помощью этого получишь. И, когда я говорю о вере, я не говорю о вере на словах. Ну, знаешь, как бы на самом деле я не знаю, есть Бог или нет. Ну, я так уж и быть, как бы, я скажу, что я верю, да. Это не вера. Вера, под верой я имею в виду сильное, устойчивое, подсознательное убеждение. Как, например, человек может считать, что я могу пробежать дистанцию за какое-то количество времени. Определенную дистанцию. Или я могу заработать столько-то, какое-то такое количество денег, да. Это вера, то есть, она основана на каких-то знаниях, которые он получил. На то, что раньше у него был какой-то опыт. Но, тем не менее, это убеждение. Это убеждение, потому что никто не знает, что будет в будущем, да. И если у человека есть это убеждение, то оно помогает, на самом деле, ему зарабатывать то, сколько он хочет. Ну, естественно, и в остальных областях, в области здоровья, человек, который считает, что я могу делать там столько-то отжиманий, да. Или могу целый месяц, там, или вообще целый год жить без того, чтобы болеть. То это убеждение само по себе уже влияет на его психику, на его систему, на его разные системы в организме, что в конце концов, этот человек на самом деле, он этим влияет на себя. А что он на самом деле, шанс его заболеть меньше, чем у того человека, который постоянно боится болезней и думает, что, и уверен в том, что он может легко заболеть. Итак, значит, первый уровень – это вера, да. Первый уровень – это вера. И для того, чтобы мы поняли, насколько вера важная вещь и как она влияет вообще на нашу повседневную жизнь, я приготовил вам две истории. Значит, первая история – это еще несколько десятилетий назад в Америке один врач, который специализировался на бородавках, он решил провести эксперимент. Какой эксперимент? Он сказал, что, дорогие друзья, я нашел мазь от бородавок. Тот, кто хочет избавиться от бородавок за небольшую цену, приходите ко мне, я вас избавлю, помазав эту мазь, которую я никому не продаю, только вот это такой эксперимент. И приходили люди, и доверяя его, потому что он был внушительный, на самом деле у него был опыт, люди знали, что он профессор, и у него большой опыт в извлечении бородавок, он мазал людям, что вы думаете? Он мазал им простую воду. Они верили и исцелялись. Большинство людей, которые были у него, его клиенты, которые пришли к нему для того, чтобы излечить бородавки, и он помазал их вот этой волшебной мазью, они излечились только с помощью воды. Эта волшебная мазь – это была вода. И все, просто вода. Это первое, да, то есть убеждение этих людей, они настолько поверили, что это лечебная мазь от бородавок, что она на самом деле избавила их от бородавок. И вторая история, вторая история тоже в негатив, скажем так, но история позитивная. Она была позитивной очень для Рамбама. Рамбам, я думаю, что все слышали про Рамбама. Слышали кто такой? Это великий мудрец и великий врач. Он был придворным врачом правителя Египта, жил в 12-13 веке, насколько я помню. И он как-то раз узнал, что есть человек, который хочет его убить. Как и у многих великих людей, у Рамбама тоже был ненавистник. Есть закон еврейский, что если кто-то идет тебя убить, то можно его убить первым. И Рамбам сделал очень умную вещь, очень мудрую вещь. Он попросил своего доверенного человека, подпишет плацебо, да? Да, это было как плацебо. И плацебо этого, на самом деле, это известная вещь. Итак, он попросил, Рамбам попросил своего доверенного человека сказать вот этому злоумышленнику, что в том стакане молока, который он сейчас выпил, находится яд, который приготовил сам великий Рамбам. Когда злодей вот этот, который хотел убить Рамбам, выпил молоко и услышал эту фразу от человека, которому он доверял, да? Он побледнел, пошел домой. И он находился дома три дня, и в конце концов он скончался. Реально в этом молоке ничего не было. То есть, человек скончался просто от убеждения. Когда ему вскрыли тело, то обнаружили, что его кишки просто как будто разрезаны скальпелем. И это все сделало его убеждение. Представляете, каково сила убеждения? Так, что пишут люди? Шаргот ТОВ. Я в Германии работаю как лошадь уже 10 лет, но толку практически ноль, хотя зарабатываю свои 4 тысячи евро в месяц, но это все в никуда. Ну, Бенедикт, у меня для вас есть предложение. Вы его услышите в конце этого урока. Так что оставайтесь до конца, и с Божьей помощью будет интересно и полезно. Самое главное. Итак, дорогие друзья, сейчас это первая ступень. Самая главная ступень – это убеждение. Нам нужно поработать над своими убеждениями. И это, кстати, в каком-то плане самая тяжелая работа – изменить внутренние подсознательные убеждения. И мы переходим ко второму, ко второй ступени, про то, что, как изменять убеждения. Я потом дам один намек в конце урока с Божьей помощью. Итак, вторая ступень – это смысл. Ответ на вопрос, зачем мне это нужно. То есть, тот человек, у которого нет смысла, он может вообще лежать на кровати и не вставать целый день. Да зачем? Все и так хорошо, или все и так плохо. Нет смысла, да. Тот человек, у которого есть смысл, он начинает двигаться. Он начинает вставать, делать и продвигаться по жизни. Есть такое выражение в Израиле. Если есть сильное зачем, то как найдется. И это то, что мы обычно видим. Есть много рассказов. Я один из последних слышал, что женщине, у него, не о нас будет сказано, у нее захватили ребенка, поставили ультиматум, миллион долларов за месяц. И она, при том, что она была обычная посудомойщица, по-моему, очень простая женщина в Америке, она эти деньги за месяц нашла. Представляете? Может быть, даже там меньше был строк. То есть, когда человек понимает, что нужно, он действует. И чем больше это нужно, чем больше это зачем, тем больше шансов, что он получит то, что ему нужно. Третья ступень. Третья ступень – это привычки. Если у человека нет необходимых привычек для того, чтобы достичь цели, то ему будет тяжело. То есть, например, человек, который поставил себе целью похудеть, и он решил, все, после 8 я не ем сладости, ничего не ем. Но, когда он проходит после 8 часов рядом с холодильником, он настолько вдруг в нем возгорается желание съесть что-то сладенькое, что он себя не перебаривает и съедает все торты, которые находятся в холодильнике. Вы понимаете, дорогие друзья, что это не будет работать. Никакие его цели в этом плане, если нет правильных привычек, они, скорее всего, не будут достигнуты. То есть, нужны правильные привычки. Четвертая ступень – это ступень, которую нельзя пренебрегать. Это подходящая вам стратегия действий. Кстати говоря, дорогие друзья, советую вам записать все эти 5 ступеней. Это важные ступени. Каждую из них нужно настроить правильно. И когда вы настраиваете, уделяете время каждой ступени, стратегии в данном случае, которая говорится, расписать полностью стратегию, как вы идете к этой цели, тогда вам будет намного проще эту цель достичь. Ну и пятая, последняя ступень, которая нам необходима для того, чтобы получить сверхдостижение в выбранной нами сфере – это концентрация на цели. Концентрация на цели. Тот человек, который постоянно думает о цели, как я могу ее достичь, представляет эту цель, представляет, что он уже достиг, его шанс достичь этой цели очень сильно повышается. Еще раз скажу, я на это намекнул, по-моему, не сказал это прямыми словами, что сначала я дал вам самые большие блоки пирамиды, самые важные. Самое важное – это правильные убеждения. На этом держится весь наш путь к достижениям. И после этого остальные ступени, они тоже важны, из которых самая минимально важная, наименее важная ступень – это концентрация на цели. Но, еще раз повторяю, все ступени важны. Если вы хотите сверхдостижений, то вам нужно полностью сконцентрироваться на всех этих ступенях, и особенно на вере. И теперь как, дорогие друзья? Интересно, хорошо, но это не главное. Главное – это реализовать это знание на практике, дорогие друзья. Чтобы не быть, как говорится на иврите, хаморну сэс фарин – осел, который несет книги. К сожалению, люди, которые любят учиться, среди них попадаются такие люди, которые прошли тысячу курсов уже, и у них как бы на спине огромное количество книг, но они ничего из этого не делают. Есть вещи, которые, я соглашусь с вами, есть вещи, которые, если знаешь, они уже изменяют жизнь. Но, наверное, большинство вещей для того, чтобы по-настоящему изменили жизнь, их нужно реализовывать, а не только знать. И те вещи, которые я сейчас дал вам, это как раз вещи, которые нужно реализовывать. Как это все реализовать? Для этого, дорогие друзья, я подготовил для вас курс, специальный онлайн-курс, который построен в виде онлайн-марафона, на котором за 10 дней вы прокачиваете свою уверенность в себе. Сейчас это вот эта узкая цель. В принципе, можно любую цель взять и прокачать ее на этих пяти уровнях. И главный уровень, на котором я работаю, это уровень веры, и работаю я над ним, над этим уровнем с помощью аффирмаций. Это метод, который я получил у известного еврейского коуча, лектора, специалиста по телу и души, Ильяу Шири. Да, он очень популярен в Израиле. Я прошел полный его курс, и маленькую часть этого курса я хочу очень четко передать для тех, кому это интересно, для тех, кому это нужно. Мы возьмем сейчас, вот с ближайшего уже воскресенья, мы возьмем задачу повышения уверенности в себе. И от этого зависит, как вы понимаете, огромное количество областей других, и финансовая, и область здоровья, и область отношений. От этого зависят многие очень области повышения по рабочей лестнице, отношения с самим собой даже, даже различные психологические болезни, они происходят от нехватки уверенности в себе. Так что, дорогие друзья, те, кто хочет прокачать свою уверенность в себе, поднять свою уверенность в себе, я вас приглашаю на этот курс, на этот марафон десятидневный, который уже несколько человек прошли, и все утверждают, что их самооценка сильно улучшилась, что жизнь потрясающе изменилась, и продолжает меняться в лучшую сторону. И, дорогие друзья, для тех, кто хочет получить отзывы, и кому интересно больше узнать об этом марафоне, который, кстати говоря, плюс этого марафона для современного человека, ему нужно посвящать всего лишь полчаса в день, да, полчаса в день, 15 минут просмотр, видео, потом ответы на вопросы, исполнение задания, все, полчаса в день всего лишь, и за 10 дней вы уже начинаете чувствовать положительные результаты, с Божьей помощью, представляете? Вот, то есть, этот марафон построен на еврейской мудрости, этот марафон построен на новейших научных исследованиях, и он сделан на новейшей платформе, современной платформе, которая называется Smart Expert, где вы можете, когда заходите на этот курс, смотреть видео, отвечать на вопросы теста, делать практическое задание, каждый урок содержит практическое задание, которое я потом проверяю, вообще все ваши задания я проверяю, и даю сам лично вам обратную связь, да, и кроме того, есть группа, будут денежные призы с Божьей помощью, короче, скучно не будет, будет интересно, будет групповая работа, будут полезные знакомства, призы, да, и, дорогие друзья, заходите в телеграм-группу, для тех, кому интересно, получайте там более подробную информацию об этом курсе, Значит, ссылку на телеграм-группу я поместил в описании этого урока, ну-ка попробую сейчас еще раз сюда эту ссылку скинуть, для тех, кто хочет, секундочку, так, а, вот сейчас у меня не получается это скинуть, окей, значит, Я скину после того, как урок закончится, я скину эту ссылку, супер, спасибо, спасибо вам, спасибо всем, кто был со мной, да, это платный марафон, Если у кого-то проблемы с финансами, то поговорим об этом, я хочу, чтобы каждый, кому действительно это нужно, чтобы он имел возможность получить доступ к этому марафону, Потому что я заинтересован в том, чтобы ваша жизнь улучшилась, чтобы вы были более уверенными в себе людьми, и чтобы таким образом вы лучше исполняли волю Творца, чтобы вы исполняли волю Творца в изобилии, в радости, в счастье, в хороших положительных эмоциях. И, кстати говоря, вера в себя, это часть веры в Творца. Почему? Потому что, если Творец мне дал вот эту работу, которую я должен сделать, вот эту задачу, То значит, он мне дал все способности и силы, необходимые для того, чтобы эту задачу исполнить, да, то есть, если я знаю, вот это да, это воля Творца, это богоугодное дело, и сейчас я понимаю, что если это богоугодное дело, то, конечно же, Всевышний дает мне на это силы, да, понимаете? С Божьей помощью поговорим об этом на курсе. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в личку, или, если это связано с курсом, заходите в группу, пишите вопросы мне в группе, и я желаю всем успехов в богоугодных делах, и будьте здоровы! Счастливо! До новых встреч, дорогие друзья!